Звонкоголосый круглый чукотский ярак, обласканный солнечным теплом и светом, готов заиграть, завибрировать и запеть свою древнюю, как сама земля, песню. Сегодня рядом со мной артисты, участники этнофольклорного ансамбля «Ярар» Чукотского из села Колымское и Нижнеколымского района. Истории чукотского этнофольклорного ансамбля «Ярар» сегодня 65 лет. Встретились два поколения ансамбля «Ярар». То есть это Екатерина Михайловна Ягловская и Лаврищук, первая солистка художественной самодеятельности и молодежный ансамбль «Ярар». Екатерина Михайловна, в 1957 году, в далеком, вам сколько лет было, когда вы приехали впервые на молодежный всемирный молодежный фестиваль? Я точно не помню, но где-то в четвертом или пятом классе, в шестом точно не помню. Нас двое, Слепцова Клава, которая со мной училась, и мы вместе приехали. Потом тетя моя, Бегунова Варвара Дмитриевна, по Юкогирской яде. И Антонина Обросимова уже, ну, взрослая женщина, а мы с ней только вот дети. И сюда Николай Иванович Ставрат, он, как его, все хотел, чтобы на этом, мы же не знали, что такое фестиваль, дети тундры, откуда мы знаем. И говорит, артистами будете, давай езжайте на этот Крысман, ну, фестиваль, такой огромный. А мы говорим, а что такое фестиваль такой? Там много, и будут народы, иностранцы будут, и себе покажут. Старинные танцы танцевали. И вот мы приехали в город, мы в тундру не поехали, потому что нам нужно было ехать в Якутск, в город такой, первый раз в жизни увидели. И с чукотскими танцами горловое. Международные жюри было, и один раз только развязался к Едпитам, завязка, четыре получили. А все остальные на пять. Меховая одежда полностью, каши, ну, полностью. И это, как я, горловое пение, журавли, очень трудно это вообще. А вы же тогда совсем маленькие были, кто вас учил горловить? Горловит, вот, это яда наша, и там, ну, все, как его, поселки в Колымске, старики, и эти, она показывала, она как это самое, она говорила, как это самое, какие танцы старинные, журавли танцевали. Вот так мы и попали на фестиваль. Это, наверное, самое такое яркое, незабываемое впечатление, воспоминание детства, первый выезд в город на такой большой фестиваль, да? Ой, вообще мы, Жорницкая хорошо, что нам помогала, все это самое, как сделать. Она сильно хотела, чтобы из Чукчей кто-нибудь, малой народности, балерина были. Мы же еще, как его, вызвали, чтобы балерина, как его, мы прошли экзамены, все это самое, я музыкальность на пятерку сдала. Ну, они готовили, там, Новосибирская балерина приезжала, но у меня в детстве здесь ожог был, и самый большой палец, он говорит, пуанты будете одевать, и вам коллегой станете. А так готовили, все это самое. Так бы, если бы не этот ожог, балериной была бы, да? Да. Екатерина, а вот в каком году ансамблю было присвоено звание Народного, и он стал уже полноправным яраром? В 1984-м, и в 90-м году его подтвердили. А репертуар, допустим, вот, то, что Екатерина Михайловна, они выступали, работали на сцене, этот репертуар у вас сохранился? Нет. Нет, 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 нет. Но движения вот эти все, как бы, остались, да, исторические, которые у вас сохранились? Ну, жизнь показывали, жизнь тундры, голоса тундры, все это мы передавали. Звукоподражание было, да? Да, и якутские вообще поражались, как первый раз чукотские вот это движение, все увидели, они, ну, отличаются другие, все это самое. Екатерина Михайловна, сам вот ярар, он считается у всех народов практически сакральным, таким очень сокровенным инструментом, да, родовым. Его многим не разрешается на нем играть, трогать его, брать в руки, для этого обязательно какие-то ритуальные действия должны происходить. А как так получилось, что в ансамбле он как музыкальный инструмент у вас используется? А так ярар, он был родовой, у каждого рода было, чтобы его никто не играл там, и чехол был, в чехле все время держались. Сколько может такой ярар прослужить при правильном хранилине? Ну, смотря с чего сделано. Вот береговых чукчей, у них живут кита. Он-то может и вечный быть, и при том, надо его мочить все время, морской же. А чукотские, вот летом как раз сейчас вот линька проходит олени, и из этого выбирают, чтобы ни одной личинки не было там, его сначала замачивают, тунда, качуешь же, и замачивают в эту речку, чтобы она отходила, все это, а потом вот это, чтобы ни единой не было росинки там, все, потом растягивают, ободок вот этот вот делает березовый, или с лисовницей специально, чтобы он высушенный был, и он такой легкий, и все. А потом на праздники вытаскивали, на любой какой-нибудь праздник, или бега бывает, ну, если хозяин, хозяин делает бега, не просто так, это самое. И все танцевали до утра, несколько дней, день и ночь танцевали, с других приезжали, в основном-то, чтобы были, чтобы роды были. И знакомились, летом много праздников, вот, первая зелень, потом булькаканбат, это осенью забивали в августе, ну, на одежду забивали, кельве, вот, рождение телят, это встречи солнца, солнце такие, это самое, потом, как его звезда, которая появляется до второго там. Вот, все время праздники делали, собирались, призы, раньше были полстада приз, полстада приз был. Потом бубен это передавался, из рода бруда, это, когда начинается, кто-то родился там, все это делать, всех созывают. Расхум, это обязательно делали, когда мы в школу приезжали, со школы в тундру и бегать делали. Я дома тоже всегда делаю. Цветели как раз в тундре, призы ставят, вот, ветку берешь вот так вот и ставят призы. Побежали дети маленькие, потом чуть постарше, потом женщины побежали, потом бабушки побежали, и так у всех призы должны быть. Потом эти веточки таликовые, это сжигали на костре, отдельный костер. А вот кельве, они, конечно, очень даже не рекомендуется где угодно делать, только около стада должно быть. Потому что все меньше-меньше будет оленей. Мы же варили все это самое, и каждый приходил в гости. Ну, это хозяин делал этого стада. И вот они со всех сторон приезжают. Сначала бегать делали, потом браску, а у нас еще же на празднике верхом, на мероприятии. А потом соревнования там. А как так получилось, что в Халарчистской тундре чукчи стали жить? Или они раньше там тоже кочевали? Они кочевали оттуда, вот, с Анайдрической стороны, Эквигеноты, там. Там же началось оттуда, с Советской власти стали убегать, там, туда-сюда. Мой дед Чайгургин, так и Колымский Чайгургин место называется. Два метра рост у него. И начались вот стада отнимать. И все. Ну, это такие истории всякие. Вот в ансамбле сейчас в основном молодые, Екатерина, участвуют. Это участники художественной самодеятельности, это рабочая молодежь, возможно, да, я так полагаю. Творческая рабочая молодежь, студенты приезжают, наверное. Как, с каким настроем, с удовольствием идут ли ребята, вот, молодые, работать, танцевать, петь? Насколько они, вот, пытаются пропагандировать, любят свою культуру? С удовольствием идут. Все любят свою культуру и хотят ее продвинуть, сохранить, передать будущему поколению. И с удовольствием идут, спрашивают, когда репетиции будут еще, где выступаем. И очень нравится мне, как они пытаются продвинуть наш. А с языком как дело обстоит, с родным? С родным языком очень трудно. Ну, вы между собой уже на чукотском разговариваете? Ну, между собой-то понимаем, я понимаю, вот, все, что говорят по-чукотски, я понимаю, говорить уже не могу. И поэтому мы поем чукотские песни, чтобы... Через песню. Через песню, ага, разговаривать. Молодежь будет, ну, стараться куда-то поехать, новые увидеть города, там, места, там. В этом году они в Билибино побывали, первый раз. Сегодня в Киски выездила, они приехали. И те танцы увидели какие-то. Да, вот в какой замечательной форме Екатерина Михайловна находится, да? Да. Молодец. Она активно участница везде, во всех мероприятиях, и Чукотском автономном округе, в республике Саха-Якутия. И в Магадане, да? И в Магадане. В Магадане, в Энадре. Я стараюсь, если ансамбль, чтобы полностью было национальный. Не то, что вот одели, сценический. И чтобы было полностью. Зашито вот одежда. Вот магаданцы, не знаю, сейчас вот как-то распалился нер, а там они вот напелы. Наверное, знают, что он приезжает потом. Молодец прямо. И если начинает зал, прямо весь зал начинает, как его, и танцевать, и песни петь. И в Магадане, да? И в Магадане, да? Магадане, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ТАХАМ! 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 Сегодня с нами здесь, на этой замечательной лужайке, солнечной, красивой, работали участники, члены этнофольклорного ансамбля, чукотского ансамбля ЯРАР. Я хочу им сказать АТАУ.